Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу с вами поделиться вот такими вот интересными книгами, буклетиками, журналами. Все, что у меня есть. Конечно, это очень малая часть того, что у меня есть. Я выбрала все самое интересное, чем мне бы хотелось бы с вами поделиться. Если вам интересно посмотреть, что внутри вот этих вот книжек, буклетиков, то оставайтесь со мной до конца. Первое, я хотела бы поделиться с вами вот такими вот книжками, журналами, что я привезла из Москвы, когда я училась у Вячеслава Зайцева. Смотрите, вот этот журнал. Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Здесь я была на неделе моды. Это было, смотрите, осень 2012 год. Смотрите, видимо, это Денис Симачев разрисовывал, как бы это вот его стиль такой, знаете. И вот здесь вот журнальчик. И шла вот такая вот нереальная красота. Очень много интересной, полезной информации. Вот здесь вот London Fashion Week написано. Такие вот интересные вот элементы. В общем, вы знаете, очень интересный журнал. Его раздавали бесплатно. На память о Москве я привезла этот журнал к себе сюда, в Алмату. Здесь вот очень много интересной информации. Как бы я до сих пор это все храню бережно. Конечно, читать я не читаю, но мне очень приятно, что у меня как бы есть этот журнал. Я могу с гордостью сказать, что я была на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Теперь смотрите, вот такая вот книжка идет. Это наша учительница по композиции. Она нам подарила эту книжку, тоже бесплатно, кстати. Елена Ржевская. Она нам подарила эту книжку. И здесь вот она как бы написала то, что она очень гордится тем, то, что у нее было очень много разных студентов. И вот самые лучшие, самые интересные работы она вот собрала вот в такой вот книжке. Ну, как знаете, как самоутверждение, что вот за ее творческий процесс она что-то очень много интересного сделала и выпустила вот таких вот классных креативных ребят, студентов. Вот здесь вот такие вот есть эскизы тоже в конце книжки. Вот Маруся Зайцева. Это внучка Вячеслава Зайцева. Кстати, я видела ее показ. Вот это вот эскизы других ребят. И вот Ася Григорьевна, мы с ней вместе учились. И вот учительница вот эта вот Елена Ржевская. Они очень хорошо общаются с Асей. Ася сейчас преподает в Москве, в ИФА Paris Institute. В общем, очень классная она девчонка. У нее есть интересный очень инстаграм. И она работает уже со многими французскими интересными брендами. Я же она проходила практику у Готья. Я очень люблю Готья. А вот эту вот книжку мне привезли тоже из Франции. Можно посмотреть то, что она вот идет на французском языке. Это вот тоже из нашего потока женщина. С кем вот мы учились у Вячеслава Зайцева. Она нам с Парижа, с Франции привезла вот такую вот книжку. Очень интересно. Вот знаете, у меня здесь очень много таких вот заметок было. Это, вы знаете, как источник вдохновения. Вот чтобы вдохновиться вот такими вот старыми мотивами. Вот смотрите, какая красота. Как бы, когда мы смотрим на вот такие вот старые образцы одежды, да, то мы очень много можем интересного подчеркнуть из этих моделей и перенести уже на современные платья. Я считаю то, что, ну, это очень круто. Смотрите, какое вот здесь вот интересное платье фиолетовое идет. Вот оно мне очень понравилось. Видите, вот здесь заметочка. В общем, я тоже рада, что у меня есть такая книжка. Пусть я, конечно, и ей не пользуюсь, но мне очень приятно то, что она с Францией. Понимаете, где вот весь эта красивая суета мира моды происходит. Вот, как бы, в общем, и такая интересная книжка. Из других моих видео вы знаете то, что я была в Дубае. Я очень хотела поступить в этот университет Эсмот. Он считается одним из лучшим в мире. Он там третье или пятое место в мире, что ли, занимает. И вот я хотела в него очень поступить. И вот у меня тоже есть библиотики. До сих пор эта папочка у меня сохранилась. Здесь была, знаете, учительница, женщина. Она меня встретила. Она тоже француженка. Вот работает в Дубае. Вот в этой школе Эсмот Дубай. И она мне здесь все прописывала, сколько мне надо заплатить. Вот здесь мы с ней еле-еле, еще на том ломаном английском, мы с ней, короче, объяснялись. Как бы, вот у меня до сих пор визиточка сохранилась. В общем, я очень мечтала поступить туда учиться. Но, честно говоря, я рада безумно, что все-таки я выбрала школу Зайцева, а не вот этот Эсмот Дубай. Потому что на тот момент у меня, как бы, уровень моего английского был обычный. Так бы я не получила бы столько полезной информации, как я взяла от Вячеслава Зайцева. И до сих пор с ребятами, с кем мы учились, мы до сих пор нет-нет общаемся. У меня идет другой буклетик. Получается, я ездила в Дубай в 2012 году, но на протяжении двух лет они меня приглашали на такую вот открытую церемонию студентов, ну вот, чтобы посмотреть их в этот показ. И вот я была на вот этом вот показе. Он мне очень понравился. Если не ошибаюсь, то вот эта вот Эсмот Дубай школа, они даже в одном из торговых центров открыли свой бутик, где их студенты, ну вот, продают свои вот такие вот разные изделия. Ну, как бы, очень мне понравилось. Здесь вот такая вот книжечка идет. Вот здесь немножко вот о дизайнере написано. Вот. Тоже, знаете, как бы я скриптом храню вот эти вот такие книжки. Ну и, знаете, я такая, как Плюшкин, все собираю. Мне очень это нравится. И думаю, что один день мне все-таки вот эта вся моя полезная информация когда-нибудь пригодится. Вот такой вот, смотрите, красивый здесь рукав идет. Вот. Такие креативные, конечно, вещи. Как бы дизайнер должен, да, вот так вот думать. Всесторонние. В общем, вот такое вот здесь тоже платьишко интересное. Подлиннее, покороче. Вот такая вот у меня вот книжка с этого Эсмот Дубай. И тоже вот у меня с Дубая. Видимо, с Дубай Мола я привезла вот этот вот журнальчик. Конечно, он мокрый. Видимо, намочился. Здесь вот вся информация идет на английском. Это вот от H&M. H&M это идет шведская компания. Кстати, я отправляла им свое резюме. Мне было это очень приятно заполнять. Ну, как раз начался вот этот коронавирус. И мне ответили. Ну, конечно, не с предложением о работе. Но все же мне было очень приятно, что они мне вообще ответили. Да, вот это идет H&M. Ну, H&M можно найти. Конечно, хорошие такие интересные вещи. В общем, вот такая вот. Такой вот у меня журнал с Дубаев на английском. Кстати, очень интересно будет его почитать. Ну, а теперь давайте покажу вам немножко книжек своих из Казахстана. Я была на неделе моды нашей Казахстан Fashion Week. И там вот, если не ошибаюсь, это российский дизайнер. Вот были ее вот такие вот буклетики с одеждой. Можно вот купить было, приобрести. Ну, как бы каждый дизайнер, он должен иметь свое портфолио. Портфолио своей новой коллекции. Вот, честно, мне вот эта юбочка не очень понравилась. Ну, любителя такая вещь. Сейчас покажу мне моделька, какая понравилась. Она такая милая, она такая прикольная. Я прям, честно, в восторге от вот этих вот попурышек. Смотрите, вот здесь вот на сеточке тоже вот пришита. Классно прям. Очень оно мне нравится, это платье. Такой вот журнальчик с ее коллекцией. Честно, мечтаю тоже себе такую профессиональную фотосессию сделать с моими модельками. Дай бог, в будущем когда-нибудь сделаю. Это вот, смотрите, гид по стилю. Это я снималась вот в телепередаче. Тоже у меня есть в одном из моих видео ссылка. Там тоже нам давали вот этот буклетик. Как бы я тоже сохранила. Так. Давайте вот это вот покажу. Это, смотрите, это казахстанский дизайнер Балнура Асанова. У нее есть свой институт. Вот эту вот книжку я купила в книжном городе у нас в Алмате. Вот идут ее работы. Смотрите, какие они красивые. Мне вот эта вот синенькая очень нравится. Работы выполнены вот в такой вот единой технике. Это, скорее всего, вот как этника идет. Этнический стиль. Есть и казахские элементы, и вот восточные элементы. Вот смотрите, идет. Какая красота. Очень так своеобразно, специфично, ярко. Вот эти вот модели можно было приобрести, потому что у них есть свой даже шоу-рум. И вот она в Москве. И вот на многих неделях моды она вот выступала. Вот эта вот Балнура Асанова. Очень рада, что у меня тоже есть вот такой вот журнальчик. То, что можно посмотреть, вдохновиться. Как бы очень-очень это круто. И постоянно, кстати, в самбат требуются модели, требуются швеи, требуются дизайнеры. Такие вот сумочки. Вот здесь есть традиционные. В общем, интересные, знаете. Такие вот работы специфичные. Идет Балнура Асанова с Вячеславом Зайцевым. Вот здесь вот всякие вот выставки. А вот сама Балнура Асанова. Сестрой Айнур здесь написано. Вот тоже был. Это Вячеслав Зайцев. Вот здесь смотрите, вот куклу она. Она подарила президенту Франции Никуля Сарказим. В общем, вот такая вот она интересная вот художница, дизайнер одежды. Я очень рада, что у меня есть вот такая вот книжка. Хожу вам еще один буклетик. Это вот итальянское. Это вот идет итальянский институт, университет, где вы можете обучаться. Здесь вот все на русском написано. Можно вот почитать. Это вот я раньше, знаете, мечтала, что поеду в Италию учиться. Вот такая вот книжка идет, прикольная. Здесь можно узнать о профессии дизайнера одежды, архитектора, как обучаться в Италии. Мое портфолио я его делала очень давно, примерно в 2011-2012 году. Вот здесь вот у меня идут мои работы. Здесь вот у меня калаш идет. Вот это, знаете, была настоящая ткань. Я ее вот так вот вырезала кусочками в виде галстука. Мне очень нравится этот калаш. Вот я его очень круто сделала. Моя первая коллекция. Африка. Здесь я сама делала это платье из шариков. Очень тоже крутая была фотосессия у нас. Вот очень супер смотрится. Здесь вот у меня тоже девочка идет такая. Тоже это была моя идея. Вот так вот я видела эту модель. Вот. Это мы делали на Копчегае у нас. Русалку. И вот мой диплом идет. Смотрите, у меня здесь что написано. Швейное производство и моделирование одежды. Да, вот здесь у меня вот всякие дипломы мои, сертификаты. Вот я вот модельную школу заканчивала давным-давным-давно. Здесь вот характеристика обо мне. Здесь то, что я прошла курсы Ешка. У меня вот очень большой спектр журнал идет по вот этой вот программе Ешка. Это вот диплом, то, что я закончила Любокс. Это то, что я участвовала в конкурсе молодых дизайнеров. И вот идет мой аттестат с оценками, выписка. Вот у меня здесь были все одни пятерки. Как бы такая я отличница. И вот сейчас хочу вам показать еще вот такую тетрадку, да. Посмотрите, здесь вот идут всякие вырезки из журналов. Очень, знаете, это было прикольно. Я вот когда участвовала в конкурсе молодых дизайнеров, там вот Алексей Джен, генеральный директор Казахстанской недели моды, вот он нам говорил, что модой нужно жить каждый день. И вот нужно вот иметь такой вот мини-альбомчик, как бы с разными моделями, одежды. Вот если у вас нету никакой идеи, вы можете открыть, вдохновиться. И вот, знаете, вот те модели, которые мне нравились, я вот так вот вырезала из журнала, клеила себе. Смотрите, как все прикольно. Оно у меня, знаете, очень много лет все вот это лежит. Учесть то, что как бы я еще в Тунисе жила. Это все у моей мамы хранилось. Ну, спасибо, что вообще оно как бы сохранилось. Вот смотрите, вот такие вот платьишки. Вот это платье Бьонси, оно мне очень-очень нравится. В общем, как-то вот так вот. Поэтому, честно, вот если вы хотите стать дизайнером одежды, я вам советую иметь что-то вот такое вот интересное. Собирать всякую информацию. Как бы творить, не бояться ничего. Как бы мода, это мода, вот это вот творчество. Это вообще что-то очень-очень классное. Прям, как знаете, не от мира всего. Вот это вот идет наша казахстанская неделя моды. Это вот грузинский дизайнер. Это не Тацой. Смотрите, у него какое классное платье. С Ганешей тут, а бог богатства. В общем, вот такая вот у меня идет книжка. Тетрадка с всякими вот модельками. Если у вас нет никакого вдохновения, вы не знаете, вот что творить, то я вам тоже советую сделать себе такой альбомчик. Как бы очень это классно, очень прикольно. Смотрите, вот все в одном стиле, в одной тематике. Вот цветовой вот этой палитре. Надеюсь на то, что вы посмотрели это видео до конца. И вам понравились вот эти вот мои книжки, буклетики, тетрадки. И вы вдохновились, и вы будете творить. И у вас все будет получаться в нашей вот этой вот профессии дизайнера одежды. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Впереди у меня еще очень много интересных тем для видео. У меня уже на канале очень тоже много интересных, полезных видео, где вы можете научиться и шить, и рисовать, и готовить одежду даже, и вдохновиться какими-то новыми идеями и планами из других стран. Надеюсь, что вы останетесь на моем канале, и будем мы с вами общаться. Поэтому обязательно пишите мне свои комментарии. Мне будет очень приятно вас почитать. Всем я вам желаю творческих выходных. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok